Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Иван Фирсов. В начале выпуска коротко о главных темах. Обеспечить места за партами. Строительство начальной школы детского сада в 38 микрорайоне начнется уже в этом месяце. Эпидемии гриппа и ОРВИ в Югре нет, однако больше всего заболевших в округе фиксируется в нашем городе. Спасибо за помощь. Благодаря поддержке сургутян героям проекта «Может каждый» семье Хомченко удалось купить маленькой Амелии от кашливатель. В российских школах могут усилить меры безопасности после детального расследования инцидента в Пермской школе номер 127. Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец. Напомним, в учебном заведении накануне произошла настоящая бойня. Два старшеклассника с ножами напали на учащихся младшей параллели и учителя одного из классов. Пострадали 15 человек. По словам Ольги Голодец, созданная ранее система охраны школ не предполагала возможности такого нападения. Необходимо разобраться с причинами, цитирую, вопиющего и выходящего за человеческие рамки происшествия. Конец цитаты. Меры безопасности и деятельность ЧОП также проверит Росгвардия. Это подразделение проинспектирует наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, схемы эвакуации людей и сигналов оповещения. Одно из зданий Сургутской администрации отремонтируют. Речь о четырехэтажном объекте по адресу Маяковского, 15, которое было признано аварийным. Ранее там располагались департамент городского хозяйства и несколько других служб мэрии. Три года назад чиновников перевели в арендованное здание на улице Гагарина. Сейчас заказано проектирование работ и по выводу объекта из аварийного состояния. До конца года документы должны быть готовы. После этого чиновники намерены выйти к депутатам с предложением восстановить муниципальную собственность. Фундамент эркера был установлен на сваи другой несущей способности. Когда эркеры нагрузили кирпичными стенами, вне расчета, то часть фундамента, который вставлен на других сваях, отдала осадку. По факту предстоит разобрать эти кирпичные, блочные стены и перегородки с тем, чтобы максимально разгрузить фундамент. При ремонте возможно применить облегченные конструкции из металлопластика и других материалов. Специалистам предстоит рассчитать всю нагрузку для того, чтобы осадка при эксплуатации была равномерной. Стоимость работы, точные сроки реализации пока неизвестны. Зато на это здание у чиновников уже есть планы. К примеру, ЕДДС разместить. Там есть хороший зал большой, где можно повесить огромный монитор и разместить единую диспетчерскую службу, которая бы могла в этом здании разместиться. Там же разместить может быть информационный центр компьютерный, наш муниципальный. А один объект в Сургуте будет снесен абсолютно точно. Речь о недостроенном здании станции юных натуралистов. В прошлом году чиновники на заседании городской думы сообщили, что по результатам проведенных исследований фундамент строения был признан аварийным. Продолжать строительные работы нельзя, а оставлять здание в таком виде нет смысла. На его эксплуатацию разрешение получить не удастся. Сейчас идет экспертиза решения о сносе. После этого пройдет процедура по выбору подрядчика, который будет заниматься сносом здания. В январе в Сургуте начнут строить новую начальную школу детский сад в 38 микрорайоне. Это одна из болевых точек на карте города по обеспеченности образовательными объектами. Первоначальное возведение объекта планировалось на 2021-2023 годы, но сроки удалось перенести. Вместимость садика составит 200 детей, школы – 100 учащихся. Еще одно учреждение, но уже на полторы тысячи детей, возведут в микрорайоне 20А. В настоящее время идут работы по корректировке технического задания и разработке проектной документации. Начало строительства образовательной организации планируется в третьем квартале 2018 года. Ребята служат. Задача по комплектованию вооруженных сил Российской Федерации выполнена. Это итоги осенней призывной кампании в Югре. В регионе действовали 22 муниципальных комиссий и одна окружная. Вызывались почти 8 тысяч граждан. Все они, за исключением пяти человек, прибыли на заседание. С территории Югры для прохождения службы направлено более 1700 призывников в составе 63 команд. Все они были укомплектованы на 100% и обеспечены вещевым имуществом и продовольствием. Эта призывная кампания показала то, что в Ханты-Мансийском автономном округе даже выпистывали одного призывника. Это Кипкала Антон Викторович, который ушел у нас в научную роту в Санкт-Петербург. Это впервые и родители воспитали достойного такого юношу, который будет защищать честь даже Ханты-Мансийского автономного округа. Не рядом, а вместе. В Югре завершился краткосрочный одноименный проект наставничества. В роли партнеров и старших товарищей выступили губернатор Югры Наталья Комарова, ее заместители Всеволод Кольцов, Алексей Забазлаев, Галина Максимова и Юрий Южаков. Начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития региона Елена Немчинова. Директор гуманитарного института ЮГУ Андрей Миронов. Начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Ольга Соловьева. Заместитель руководителя службы по делам архивов Югры Татьяна Туркулайнин. Цель проекта – помочь молодым людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Подчиненными наставников стали подростки 15-17 лет из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» столицы Югры, а также выпускники Центра в возрасте от 18 до 23 лет. Мне, признаюсь, лично не хватало педагогического опыта, например, педагогического опыта, для того, чтобы Таисию перековать на какую-то, как мне кажется, более эффективную модель решения тех вопросов, которые она считает для себя очень важными. Как отметила Наталья Комарова, Югра вошла в первую тройку регионов России, где началась практическая реализация данного проекта. Стартовал он 27 мая прошлого года. Тогда же и было сформировано 10 пар – наставник-подопечный. За полгода они провели больше 50 индивидуальных встреч, обсудив вопросы, которые имеют первостепенное значение для подрастающего поколения, в том числе связанные с профессиональной ориентацией. Отмечается, что в 2018-м проект «Не рядом, а вместе» будет еще более масштабным, потому как этот год объявлен в России годом волонтерства и добровольчества. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре ниже эпидпорога почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы на официальном сайте окружного Роспотребнадзора. Основная доля заболевших – это дети и подростки до 17 лет, 77% всех заразившихся. В больнице региона госпитализированы 135 человек. Больше всего тех, кому поставили диагноз «грипп» или ОРВИ в Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангипасе и Нефтьюганске. При этом план по вакцинации населения выполнен более чем на 100%. Специалисты предупреждают – необходимо не заниматься самолечением, своевременно уходить на больничный в случае, если вы заметили у себя признаки заболевания, и помнить о мерах профилактики. Например, ни в коем случае не пренебрегайте мытьем рук. Избегать скопления массовых нахождений людей – это необходимо наношение масочки медицинской. Надо, опять же, напомнить, не забывать эту масочку, надо менять периодически, не надо ходить в одной масочке весь день, уж тем более всю неделю. Безусловно, это должно быть правильное сбалансированное питание, это предварительно, конечно же, сокаливание организма. Может, каждый можешь и ты. Благодаря неравнодушным сургутянам, семье маленькой Амелии Хомченко удалось купить для девочки жизненно необходимый откашливатель. Напомним, у ребенка довольно редкое сочетание заболеваний. Одно из них представляет серьезную угрозу для здоровья. Дарья Давыдова продолжит тему. Я просто безгранична и бесконечно благодарна нашим горожанам. Я благодарна средствам массовой информации и всем людям, которые знакомы нам и совершенно незнакомы, которые не только теплыми словами, но и финансовой поддержкой нас поддержали. Хотя моральная поддержка тоже очень важна. И Сургут для меня уже стал родным городом, хотя я 4 года назад приехала из Луганской области, прожила там всю свою жизнь. И здесь мне было как чужой город, я не могла адаптироваться. Но когда заболел мой ребенок, и у нас столько проблем на нас свалилось, я настолько полюбила этот город. И я люблю этих людей. И я благодарна, что, наверное, благодарим. Мой ребенок еще жив, и мы в хорошем состоянии. И только благодаря тому, что люди не безразличны к нашей беде. В конце декабря в нашем телеэфире мы рассказывали о ситуации маленькой Амелии Хомченко. Сочетание диагнозов, которыми страдает девочка, достаточно уникальное. Это фенилкетонурия, индивидуальная непереносимость белка и спиномышечная атрофия. Последний представляет серьезную опасность. Родители Амелии просили всех неравнодушных сургутян помочь им приобрести откашливатель. Из-за слабых мышц девочка не может самостоятельно избавляться от мокроты. Благодаря поддержке людей, которые буквально за две недели помогли собрать нужную сумму, удалось купить аппарат. Корейский комфорт КОЧ обошелся в 377 тысяч рублей. Единственная в России клиника-дистрибьютор, московская клиника БС, уже отправила откашливатель в Сургут. Там упаковка жесткая, чтобы он не повредился. И на следующей неделе, в конце этой, либо в понедельник он будет уже у нас. Настроить его тоже мы сами не сможем. Поэтому по скайпу, трансляцию будет производить доктор именно с этой клиники. Если бы проблема решалась одним только приобретением этого аппарата, было бы просто отлично. Но борьбу со спиномышечной атрофией нужно вести не переставая. Теперь цель семьи Хомченко – купить специальный жесткий корсет для спины. Его могут изготовить наши специалисты. Избежать сколиоза можно, его невозможно избежать при спиномышечной атрофии, но оттянуть процесс возможно с помощью жесткого корсета. Его цена, он сказал, до 100 тысяч рублей. Конкретную цену он скажет только в конце недели, когда придет материал из Зотобока, из немецкой фирмы. На счету Хомченко сегодня осталось порядка 45 тысяч рублей. В Центре спортивной подготовки имени Алексея Шапатова взялись помочь Амелии. Здесь хотят купить для девочки специальный велотренажер, чтобы она могла заниматься дома. А вот этот тяжелый и массивный аппарат родители девочки взяли на прокат в реабилитационном центре «Добрый волшебник». Благодаря вертикализатору Амелия может хоть недолго, но стоять. Малышка сдаваться не собирается, и ее родители тоже. Следить за историей ребенка можно в официальной группе помощи ВКонтакте. Срочно нужна помощь СМА-2, Хомченко Амелия. Также информация есть и на нашем сайте indefisnews.ru. Помочь может каждый, а может каждый, можешь и ты. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Сургутский краеведческий музей приглашает всех желающих на квест «Дети лейтенанта Шмидта». Подать заявку могут коллективы до 20 человек. Программа будет интересна как взрослым, так и школьникам средних классов. Сначала гостям проведут экскурсию по выставке и ответят на вопросы, а затем разделят на две команды и дадут задание. Как положено по закону жанра, здесь одна загадка потянет за собой другую, и дойти до конца маршрута помогут подсказки и тайные знаки. Победит тот коллектив, который первый докажет, что именно его участники являются наследниками знаменитого героя революции. Подробнее об авантюрах, ловушках и паролях расскажут по телефону 51-68-20. С песнями, танцами и задушевными разговорами. В городском культурном центре в 26-й раз прошел традиционный праздник – рождественские вечерницы. О чем пели и кто танцевал, расскажет Екатерина Любешева. Еще век тому назад вечерницы или посиделки были одной из излюбленных форм развлечения народа в украинских селах. Традиционно их устраивали в зимнее время, когда заканчивались летние работы и появлялось больше времени на увеселение. В Сургуте такие вечера организуют общественники, которые таким образом поздравляют гостей с Рождеством и Крещением. Рождественские вечерницы мы проводим в 26-й раз, больше четверти века. Это уже бренд украинской родины, это уже праздник, который ждут все сургутяне. Конечно же украинцы, но у нас очень много гостей, которые не этнические украинцы, но тем не менее они знают, помнят, звонят, интересуются, хотят. Мы уже, может быть, и хотели бы как-то отдохнуть в празднике, а люди просят, потому что этот праздник добра, счастья, любви, веры, потому что народ, он тогда самоидентифицируется, когда у него есть традиции. Помогали и поддержали праздник администрации Сургута, городской культурный центр, друзья-организаторов. Весь вечер на сцене ансамбль Купава, известный своими заводными и душевными песнями, а также приглашенные артисты. Песни, как всегда, про тепло, про любовь, потому что другого ничего невозможно передать, только чтобы все любили друг друга, ценили друг друга, и тогда будет все просто замечательно. И всех с праздником! Сами организаторы называют рождественские вечерницы самым любимым своим праздником, а значит продолжится он должен и в следующем году. Екатерина Любешева, Николай Сапожников, Сургут, Интерновости. Волейбольный клуб «Газпром Югра» завтра проведет матч 1-8 финала Европейского Кубка Вызова. Соперник – команда из Нидерландов Орион. Ее основу составляют воспитанники клуба в составе единственный легионер Син Кук из Шотландии. На предыдущем этапе голландцы в золотом сете обыграли болгарский Левский, а сургутский «Газпром» по сумме двух игр был сильнее венгерского Пензудьора. Матч между «Газпромом Югрой» и нидерландским коллективом станет первым на этой стадии. Ответная встреча состоится в Дутенхеме 31 января. Нынешняя встреча состоится в среду в премьер-арене. Начало в 19 часов. Вход свободный. Знаем только, что они идут на втором месте в чемпионате Голландии, что в принципе это достаточно сильный чемпионат. То есть легко не будет, это точно. Бороться будем. Поддерживайте, болейте нас. Даже когда нам плохо, когда, казалось бы, все не на нашей стороне, все равно я призываю болельщиков болеть и поддерживать нашу команду. Как бы тяжело не было. В окрестностях Тюмени прошел Кубок области по рыболовному спорту. Около 50 участников из шести регионов страны соревновались в ловле на мормышку. Причем во время турнира один из спортсменов выловил окуня такого веса, какого старожилы и бывалые рыбаки уже пять лет в снежное время года не видели. Кто же завоевал Кубок Тюменской области, знает Дмитрий Подлесной. Для них ловля рыбы на мормышку уже давно не просто хобби, а настоящий спорт. В Кубке Тюменской области в этот раз приняли участие 50 человек. Без представительниц прекрасной половины человечества не обошлось. Сургутянка Таисия Энгель с мужчинами в рыбацком деле давно на равных. Сама бурит лунки. За два с половиной часа получается не меньше пяти. Здесь вот что-то не то надо менять место. Было очень мало времени на тренировку. Поэтому и походу надо снимать удочку. По соседству с профессионалами ловили рыбу и тоже на мормышку любители. Владимир Хайбуллин лишний раз старается лунку не менять. Прикормил рыбу, насадил мормышку на крючок и ждешь. Раньше я первый метр убрал, сейчас еще старел. Они клетки, клетки, они бегают, дышат туда-сюда. По правилам Кубка Тюменской области никаких электронных помощников. Даже сотовый телефон и тот запрещен. Располагают спортсмены исключительно своими знаниями, которые в общем-то могут принести больший улов даже на незнакомом водоеме. Спортсмены продумывают, прорабатывают тактику и стратегию входа в зону. Изучают водоем предварительно, глубины, поведение рыбы, метеоусловия. Все это безусловно зависит на клев рыбы. Два соревновательных тура завершились, когда на озеро Янтыково опустились сумерки. Традиционное взвешивание и первый сюрприз. Окунь весом 420 граммов. Победитель номинации «Большая рыба». Этого гиганта выловил Артем Богоряцев. Старожилы отметили, что зимой рыбу таких размеров здесь не вылавливали лет пять. Только опустил мормышку, легкий прижим. Почувствовал тяжесть. Очень много лески смотал. Понимал, что крупная рыба. Аккуратно вываживал. Когда в лунке показалась морда, руки задрожали. Кубок Тюменской области завоевала команда из Кургана. В личном первенстве не было равных самому молодому участнику турнира, тюменцу Никите Назарову. Его улов больше пяти килограммов. Следующие соревнования по зимней рыбной ловле пройдут в Тюмени в феврале на озере Песьяное. Спортсмены будут ловить рыбу на блесну. Дмитрий Подлесной, Дарья Давыдова, Сургут Интерновости. При поддержке Вести регион Тюмень. За событиями в Югре следите в нашем телеграм-канале Сургут Интерновости. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. До встречи в эфире. Новая коллекция курток и пуховиков в магазине «Ярмарка верхней одежды». Огромный выбор моделей. Короткие, длинные, с капюшоном, с меховым воротником. Элегантные модели для сургутских модниц, но в то же время подходящие для суровой сибирской зимы. Практичные спортивные куртки и пуховики понравятся любителям активного отдыха. Так как зима длится в наших краях почти полгода, коллекции здесь обновляются чаще, чем в обычных магазинах. Мы привезли новую коллекцию курток и пуховиков от российских производителей. Привезли более трех тысяч моделей, различные цвета, фасоны. Очень огромный размерный ряд. От 42-го до 70-го. Появились у нас новые пуховики с отделками из натурального меха, с улучшенными утеплителями. Но на них немножко поднялась цена. Они стоят на тысячу дороже. Женские и мужские пуховики на основе современных утеплителей. Тинсулейт, холофайбер, даже натуральная верблюжья шерсть и пух. Ярмарка верхней одежды работает с 10 утра до 8 вечера. Проспект Ленина, 39. Проведение любого торжества под ключ. На высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 00. Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас совсем. Есть ли жизнь после того, как взял ипотеку? Кто-то отказывает себе в отдыхе, удовольствиях, маленьких и больших радостях жизни. А кто-то берет ипотеку на выгодных условиях, покупая квартиру у компании «Сиппромстрой». И, пожалуй, ни в чем себе не отказывает. Выгодный «Сиппромстрой». Взял ипотеку? Живи с комфортом. И о погоде на 17 января. Здравствуйте в студии Дина Кристиан. В предстоящую среду через среднее приобие пройдет фронтальная система, сопровождаемая шлейфом слоистой облачности и небольшими скоротечными снегопадами. А на востоке и западе Югры фон атмосферного давления ожидается повышенный. Здесь в основном будет солнечно, а осадки маловероятны. Ночью в Сургуте окрестностях облачно, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 м в секунду. Температура воздуха минус 7, минус 12. Утром облачно, преимущественно без осадков. На столбиках термометров около 10 градусов мороза. Днем также облачно, небольшой снег. Направление ветра западное 4,9 м в секунду. Температура 6,11 ниже 0. Пусть праздник будет с вами всегда. Большой выбор подарков. Дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, тульские и персидские самовары, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты. Для вас в магазине «Домашний погребок». В магазинах «Домашний погребок» акция. С 10 января по 1 февраля на 3 товара в чеке скидка 10%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти, составит 764 мм ртутного столба. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачи, будьте здоровы, до свидания.